Здравствуйте, дорогие дети и взрослые, все, кто любят сказки. Наступил Новый год, и мы все любим этот очень праздник. И я хочу прочитать вам, рассказать новую сказку. Это новогодняя сказка. В ней происходят чудеса. И вот елочка у нас живая, которая тоже будет чудесным образом в этой сказке оживать. Жила-была девочка Юля. Дома все ее звали Ляля. Она очень любила праздник Новый год. Ну, конечно, все дети любят этот праздник. Но они любят его за подарки, веселье и сладости. А Юля любила саму новогоднюю елку. Она считала ее живой и волшебной. Ей казалось, что елочка все видит и знает. И каждый праздник, подходя к елочке, Юля описательно с ней здоровалась и разговаривала. Конечно же, девочке очень хотелось увидеть чудеса, в которые она верила. И вот однажды, когда Новый год уже наступил, а елку еще не убрали, девочка никак не могла заснуть. Юля лежала в своей кровати и смотрела на елку. Было темно, елочка уже не светилась, потому что огонечки выключили тогда. Она вспоминала, как совсем недавно они с папой ходили выбирать эту елочку на елочном базаре, как принесли ее домой, а потом все дружно наряжали ее. Мама, папа, сестра Нина, бабушка, дедушка. Все с большой радостью вешали на зеленые душистые веточки разноцветные шары и елочные игрушки. Мишуру, дождик, мигающие гирлянды. И на верхушку елочки дедушка вешал светящую звезду. Такая красивая, нарядная получилась елочка. А какое шумное было потом веселье. Много гостей пришло на праздник. Было гуляние на улице с саночками. И вкусные сладости, и песни, и стихи, и танцы вокруг елочки. И подарки. Но почему же так быстро все заканчивается? Праздник весь закончился. И мне так не хочется расставаться с этой красивой елочкой, думала с грустью Юля. В комнате было темно, но свет от луны и уличных фонарей падал на мишуру и некоторые елочные игрушки. Поэтому сейчас елочка была тоже красивая. Вдруг раздался треск, и с елочки упала игрушка. Девочка быстро встала и подняла упавший шарик, и повесила его на елочку. В этот момент елочка вся осветилась. А у самой верхушки показалось лицо, а две ее ветки стали руками. «Здравствуй, Ляля! Спасибо тебе, что подняла мой шарик». «Елочка, ты живая? Я всегда знала, что ты волшебная!» – радостно воскликнула девочка. «Да, я знаю, что ты давно ждешь и веришь в чудеса. Загляни под мои веточки», – сказала елочка. Юля заглянула под зеленую ветку и, к удивлению, увидела там много маленьких человечков с прозрачными крылышками. «Кто это?» – удивленно спросила она у елочки. «Это волшебные елочные гномы и феи». Гномы щекочут детей во сне, отвлекая их от грустных или плохих мыслей. Заменяй эти мысли веселыми и добрыми. А феи расчесывают детям волосы волшебными гребешками, поют им нежные песни и наполняют детские сердца радостью. Поэтому дети, к которым прилетают мои волшебные гномы и феи, ночью спят сладко, им снятся хорошие сны, и, проснувшись утром, они всегда улыбаются. А главное – их заветные желания после такого посещения обязательно сбудутся. «Как бы я хотела стать такой феей, чтобы исполнять желания у других детей», – восторженно сказала Юля. «А разве ты сама? У тебя самой нет заветных желаний?» – спросила Ёлочка девочку. «Я хотела увидеть чудо, и я его увидела. Я так рада, что теперь я хочу и другим детям подарить чудо, чтобы исполнились их желания». «Добрая девочка, ты можешь быть феей!» И Ёлочка дотронулась своей веточкой до головы Юли, и она уменьшилась и стала феей. Вместо розовой пижамы на ней оказалось длинное белое сверкающее платье, а на голове небольшая корона, как у принцессы. А в руке волшебный гребешок для расчесывания волос, а главное, за спиной у ней были прозрачные крылышки. «Ой!» – только успела сказать Юля. «Я теперь такая же, как они! Чудеса! Спасибо, Ёлочка!» И девочка-фея попробовала взлететь. У ней хорошо и легко это получилось, и она стала перелетать с ветки на ветку, заглядывая в каждый шарик, любую своим видом. Вокруг неё всюду кружились и веселились бномы и феи. Они очень весело и звонко хохотали, и напевали песенки про ёлочку. Юля стала с интересом разглядывать их лица, и вдруг узнала в одном из гномов знакомого мальчика из параллельного класса. «Ваня, это ты?» – не удержалась Юля, подлетев к нему поближе. «Да! Привет, Юлька! Ты что же, тоже веришь в чудеса?» – спросил он её. «А я всегда в них верила, сколько себя помню. Я всегда любила ёлку и ждала чуда, но никак не ожидала тебя здесь встретить. Ты же математик! Сухие цифры и вдруг какие-то чудеса. Но никогда бы не подумала именно тебя здесь встретить. А я здесь уже второй год бываю. Мне здесь очень нравится. Сейчас повеселимся и за работу. «Все полетим к детям!» – рассказал ей гномик Ваня. «А к кому ты полетишь?» – спросила его девочка-фея. «Сегодня я полечу к однокласснику Серёже. Хочу, чтобы ему приснился весёлый и добрый сон, и больше на меня он не злился за то, что я у него выиграл в игре. Я хочу, чтобы мы снова стали друзьями», – рассказал гномик Ваня. «А ты к кому полетишь?» – спросил он у феи Юлий. «А я полечу к своей сестре Нине». Она очень расстроилась вчера, потому что потеряла свою золотую серёжку. Нина ходила даже искать её на улицу. «Ну разве в этих сугробах её найдёшь?» Потому она даже плакала. Я её успокаивала, говорила, что в новогоднюю ночь случаются чудеса. И пропажа найдётся, но она не верила. И теперь мне нужно найти эту серёжку и отдать Нине. «Но как ты это сделаешь?» – спросил гномик Ваня. «Ведь ты не знаешь, где она её потеряла?» «Я буду искать. Я верю в чудо», – ответила Юля. «Ну что же, пока есть время, давай веселиться», – предложил Ваня гномик. «Давай», – согласилась фея Юля. И они закружились вокруг ёлочки, махая прозрачными крылышками. Множество других гномиков и фей тоже кружились вокруг ёлочки, задевая и раскачивая ёлочные игрушки. От этого некоторые игрушки звенели, а иногда даже падали на пол. Так вот почему упал сегодня шарик с ёлочки, догадалась фея-девочка. Весело кружась со своими новыми друзьями. Ну вот, луна полностью осветила ёлочку. Каждая иголочка засветилась серебряным светом. На гномиках, как в фонарике, загорелись их колпачки и волшебные пёрышки, которыми они щекочут детей. А у феи засветилась их корона и волшебный гребешок, которыми они будут расчесывать волосы. Послышалась чудесная мелодия, и ёлочка сказала, «Пора, пора, мои добрые помощники, летите к детям, исправляйте их мысли, наполняйте их сердца, пусть исполняются их добрые желания». И как маленькие серебристые бабочки полетели ёлочные гномики и феи в кроватке к спящим детям. С лёгкостью пролетела фея Юля сквозь маленькую щель между дверей в комнату сестры. Нина крепко спала, закрывшись одеялом по самые уши. «Какая же она сейчас большая!» Удивилась и даже испугалась немного фея Юля. «Ведь она может меня прихлопнуть, как комара, если проснется». Но увидев грустное лицо своей сестры, фея-девочка смело подлетела к самой голове нине и стала причёсывать ей волосы волшебным гребешком. Сначала было очень трудно, волосы не слушались, но потом они стали гладкими и шелковистыми. Нина вдруг зашевелилась, повернулась на другой бок и заулыбалась во сне. «Значит, ей хороший сон сейчас снится!» поняла девочка-фея. «Теперь ещё серёжку бы найти». И она стала летать по комнате, направляя свой светящийся гребешок вместо фонарика. Но серёжки нигде не было. «Мне нужна помощь», поняла Юля-фея и полетела обратно к ёлочке. «Ёлочка, помоги мне, пожалуйста, найти потерянную серёжку моей сестры Нины», попросила маленькая фея-девочка. «Хорошо, добрая девочка, я помогу тебе», сказала ёлочка и сдумала со своей веточки маленькую блестящую снежинку. И та полетела. «Лети за ней», сказала ёлочка-фея девочке. «И она укажет тебе, где находится потерянная серёжка. Но не забудь, что до рассвета осталось сорок пять минут. Потом все чудеса исчезнут, и ты всё забудешь». «Спасибо», – поблагодарила ёлочку девочка Юля, и быстро полетела за снежинкой, боясь потерять её из виду. Лёгкая снежинка очень стремительно полетела к входной двери и сквозь замок проскочила наружу. Юля-фея решительно полетела за ней. И хотя она была немного больше этой снежинки, но, к своему удивлению, она тоже легко пролетела сквозь отверстие в замке. Так девочка-фея попала на улицу. Была тихая ночь, светила круглая луна, и снег красиво искрился. И хотя стоял мороз, Юля совсем не чувствовала холода. Она боялась потерять снежинку в этом море снега. Но вот снежинка остановилась у горки, с которой они все вчера катались. И вдруг фея Юля увидела серёжку, выглядывающую из снега. Она ярко блеснула от упавшего на неё лунного света. «Вот здорово! Как хорошо, что серёжка нашлась!» Радостно воскликнула девочка-фея. Но подлетев к серёжке, она поняла, что принести её в дом она одна не сможет. От этого она так расстроилась, что готова была заплакать. Ведь скоро рассвет и новогодние чудеса закончатся. И девочка-фея снова полетела к ёлочке. А в это время вокруг ёлочки уже опять собрались гномы и феи, которые уже выполнили все свои добрые дела. И гномик Ваня уже был у ёлочки и ждал Юлю-фею, чтобы продолжить с ней праздник. Ведь сейчас начиналось самое интересное. Ёлочка начинала раздавать всем гномикам и феям новогодние подарки. Но девочка-фея подлетела к ёлочке очень грустная. «Что случилось?» – сразу же спросил подлетевший к ней гномик Ваня. «Я не смогла принести серёжку моей сестре. Так обидно. Ведь я нашла её. Я знаю, где она, и не могу её достать. Она такая тяжёлая!» – произнесла фея Юля. «Давай я помогу тебе. Где находится серёжка? Летим скорее!» – предложил Ваня. «Осталось всего пять минут. Разве мы успеем?» – засомневалась фея Юля. «Должны успеть. Давай попросим у ёлочки её блестящий дождик, чтобы привязать и нести серёжку». Ёлочка с радостью сняла со своей веточки переливающийся дождик и сказала, что их желание непременно сбудется. Так гномик Ваня и фея Юля, получив от ёлочки серебряный дождик, вылетели на улицу и опять через то же отверстие в замке. Они быстро нашли серёжку и продели в неё дождик, а потом попробовали вытащить её из снега. И вдвоём у них это получилось. Оставалась последняя минута до рассвета, поэтому они подняли серёжку и быстро полетели к дому, чтобы успеть принести её к спящей мини. «Спасибо тебе, Ваня, что помогаешь мне. Только извини, ведь остался без подарка ты из-за меня», сказала фея Юля, пока они летели. «Для меня лучший подарок — это делать добрые чудеса, а тем более вместе с тобой», — ответил Ваня. «Но вот, подлетев снова к замочной скважине, они поняли, что серёжка туда не пройдёт. Что делать? Осталось полминуты. Давай попробуем через форточку на кухне. Она всегда обычно открыта», — вспомнила фея Юля. И они стремительно полетели туда. Но так как было холодно, стоял мороз, форточка на кухне была закрыта, но оставалась маленькая щель, через которую и пролетели феи и гномик. Они уже попали в комнату Нины. И рассвет. Что-то вдруг громко зазвенело. А потом послышался весёлый радостный голос Нины. «Ляля! Ляля! Это чудо!» «Что случилось?» Протирая сонные глаза, спросила Юля. «Серёжка нашлась!» «Представляешь? Я её вчера искала, сто раз смотрела везде. И вдруг просыпаюсь, а она прямо перед моим носом на подушке лежит. Разве это не чудо?» «Я теперь тоже верю в чудеса», — радовалась Нина. «Но я же тебе говорила, чудеса существуют. Нужно только верить», — ответила Юля. Она встала с кровати и подошла к ёлочке. Поздоровалась с ней, как обычно. И вдруг поняла, что ей снился какой-то чудесный сон. Только она его не может вспомнить. Но почему-то так хорошо, так радостно на душе. Ну, просто чудо! Вот такая сказка. Будем делать добрые дела. И всех вас поздравляю ещё раз с Новым годом. И верьте в чудеса, и делайте их. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Продолжение следует...